Давно я не делал обучающих видеоуроков по английскому языку, но на это были свои причины. Специально для вас я долгое время создавал очень важный и увлекательный интенсивный видеокурс, посвященный всем временам английского языка. Но об этом чуть-чуть попозже. Ну а пока всем привет и добро пожаловать на очередное занятие по фразовым глаголам английского языка. И в этом занятии мы с вами разберем глагол do, кстати говоря, его форма, это прошедшее did, и в present perfect это done. Ну и вот такие вот значения мы с вами сегодня изучим. To do in, to do up, to do out, to do with, to do over, to do without и to do away with. Пока без перевода, а чуть позже мы с вами разберем в деталях каждое значение. Этого столь нужного фразового глагола do. Именно так и было. Как я уже сказал, я давно уже не делал новые видеоуроки, так как много времени и сил потратил на создание нового интерактивного видеокурса, который я назвал интенсив все времена английского за 10 уроков. Вероятно, вы уже видели промо-видео, посвященное новому курсу. Некоторые из вас его уже приобрели, за что хочу выразить вам отдельную благодарность. Рядом со мной вы как раз видите нарезку из всего курса. Кстати, вы можете его сразу скачать с моего сайта, пройдя по ссылке вверху экрана. А сейчас я чуть более подробно расскажу, что именно вы получите, приобретая данный курс. Я больше чем уверен, что большинство из вас изучает английский уже не первый год. Однако проблема с выбором и использованием правильных грамматических времен все еще для вас актуальна. Собственно, для этого я и создал интенсив, чтобы помочь вам освоить все времена в самые кратчайшие сроки. Всего 10 уроков. Каждый урок длится около получаса. За это время вы не успеваете устать от надоедливой грамматики. Я, кстати говоря, надеюсь, что в моем исполнении она не такая уж и надоедливая. В каждом уроке вас ждут несколько заданий. Ключи ко всем заданиям вы получаете в подарок в отдельном PDF-файле. Там же в этом PDF-файле вы найдете еще несколько дополнительных бонусов. Например, все основные и столь необходимые неправильные глаголы, причем они разбиты, но удобные для заучивания подгруппы. Также в конце каждого урока вы получаете домашние задания, ответы к которым вы также найдете в дополнительном файле. Общая продолжительность курса всего-навсего 5 часов. За эти 5 часов я гарантирую, что вы не только ознакомитесь с теорией использования всех времен, но и, что самое главное, начнете сами активно их использовать в речи, поскольку вы научитесь самостоятельно образовывать все эти времена. Ведь зазубривать возможные схемы вовсе не обязательно. Для всех покупателей открыта возможность онлайн-консультации со мной. Я на связи практически круглосуточно, поэтому не стесняйтесь ко мне обращаться. Итак, не хочу вас более утомлять, если вам нравятся мои видео-уроки и вы хотите, наконец, уже научиться грамотно пользоваться всеми временами английского языка, то обязательно проходите по ссылке в описании под этим видео и приобретайте интенсивный видеокурс. Ссылка откроется в новом окне, так что этот урок вы не потеряете. Ну а мы продолжаем работать с фразовым глаголом do. Для начала разберем первые два предлога с глаголом do. Это to do in и to do up. To do in имеет, в общем-то, основное значение убивать кого-то. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Чаще, слава богу, используется в переносном значении. Ну, в том плане, что эта работа меня убивает в том понимании, что я очень сильно от нее устаю. Ну и в буквальном понимании кого-то прикончить, кого-то убить. Как бы это ни звучало страшно. Давайте посмотрим на примеры. Когда я вернулся домой, я рухнул в кровать. Я просто был совершенно изниможден. Я был совершенно убит. Да, можно и так сказать. Я был очень сильно уставшим. Работа в саду действительно меня, ну, измотала. Опять же, можно сказать, действительно меня прям убило. Я собираюсь, ну, рано лечь спать. Он знает слишком много. Нам надо его прикончить. Что означает глагол с этим предлогом? Ну, во-первых, это застегивать на пуговице. Это застегивать молнию. Это завязывать шнурки. Кроме того, еще можно сказать to do up, когда мы говорим о том, что нам нужно что-то отремонтировать. И, кроме того, этот глагол, в общем-то, специально для женщин, потому что to do up означает еще и прихорашиваться. Давайте смотрим на примеры. Can you do the zip up for me, please? I can't do it myself. Ты не мог бы застегнуть молнию для меня? У меня у самого не получается. I can't do it myself. Я сам не могу это сделать. Do up your laces before you trip over them. Завяжи шнурки перед тем, как ты споткнешься. Ну, в общем, приведи в порядок обувь, а то споткнешься. They bought an old house in France and spent a few years doing it up. Они приобрели старый дом во Франции и потратили несколько лет, приводя его в порядок, ремонтируя его. Ну, вот как-то так. To do up. Когда говорим про одежду, что-то зашнуровать, завязать, застегнуться. Или же мы приводим в порядок жилище, а также прихорашиваться в плане внешности. Следующие два назначения, точнее два предлога, которые образуют непосредственно значения, это to do out и to do with. To do out обычно мы используем, когда хотим сказать, что мы что-то разгребаем, выносим какой-то мусор, приводим что-то в порядок. Так, например, можно сказать, I've done my wardrobes out and given away all my old clothes. Я разобрал свои гардеробы и раздал всю одежду стороной. I've done my wardrobes out. Я их как бы вычистил, разобрал и все раздал. Okay? I can't get the car in the garage anymore. I'm going to have to do it out and make some space. Я не могу загнать машину в гараж больше, я этого сделать не могу. I'm going to have to do it out. Я думаю, что мне скоро придется разобрать его и добавить некоторого пространства в этот гараж. Ну, освободить его, короче говоря. To do out, разобрать и вынести какой-то мусор откуда-то. Okay? To do with. Иметь дело с чем-то или иметь к чему-то какое-то отношение. Давайте смотреть примеры, потому что на примерах будет гораздо проще понять смысл. To do with. Такой специфический глагол, очень часто он используется в речи в жизни. Поэтому давайте сразу к примеру. It's got nothing to do with me. I'm not responsible for that. Ко мне это отношение не имеет. Я за это не ответственен. Ну, то есть, to do something with me. It has something to do with me. It's got nothing to do with me. Ко мне это имеет отношение или это ко мне отношение никакого не имеет. I could do without something to eat. I haven't eaten... I could do with something to eat. I haven't eaten since breakfast. Также to do with может еще имеется в виду, что... Ну, вы не против что-нибудь сделать. Например, там съесть что-нибудь. I could do with something to eat. Можно перевести как... Я бы не против покушать. Я не ел с завтрака. Okay? Не против что-то сделать. Обычно, когда говорят про еду. He has something to do with health, but I didn't think he is a doctor. Он имеет какое-то отношение к здоровью, но не думаю, что он врач. Опять же, имеет отношение к чему-то. Либо имеет желание такое... Относительно нейтральное желание что-то сделать, или же иметь отношение к чему-то. I could do with a good night's sleep. I haven't had one for weeks. Я бы не прочь хорошо выспаться ночью. У меня не было хорошего сна уже несколько недель. Вот опять, да? Я не прочь что-нибудь сделать. Либо иметь отношение к чему-то, либо иметь какое-то желание что-то сделать. Еще предлоги. Over и without. To do over, to do without. To do over. Переделывать что-то заново. Ну, например. I had to do it over because my computer crashed, and I hadn't saved it. Мне пришлось все переделывать заново, потому что мой компьютер накрылся, а я вот не сохранил информацию. I don't like it, so I have decided to do it over and painted another color. Мне не нравится это, поэтому я решил все сделать заново и перекрасить, простите, в другой цвет. To do without – это не что иное, как обходиться без чего-то. Так, например. I don't need your help. I can do without it. Мне не нужна твоя помощь, я без нее обойдусь. I forgot to buy milk, so we'll just have to do without it. Я забыл купить молоко, так что нам придется без него обойтись. И последнее значение. To do away with. Они идут вместе. To do away with. Не избавиться от чего-то. Ну, давайте посмотрим примеры. Их чуть больше здесь, чем обычно. Мы избавились от старого оборудования и вложили деньги в новое оборудование. Ниже посмотрим пример. She doesn't seem to be ready to do away with all her old belongings. Кажется, что она просто не готова избавиться от всех вещей, которые ей принадлежат. От своих старых вещей. И последний пример. Let's do away with formality and use first names. Давайте уже избавимся. Отойдем от формальности и будем называть друг друга по именам. Ну и по старой доброй традиции ваше домашнее задание. Назовем его в этот раз так. Do it yourself. Сделайте сами. Точнее, сделай сам. Итак, первое. I'm so thirsty. I could really do a cup of tea. Я так пить хочу. Я бы что-то там чашка чая. Додумывайте сами. Пересматривайте еще раз значения. Разбирайте. Оставляйте ваши ответы в комментариях. Обязательно оставляйте ответы в комментариях. Я же должен иметь возможность проверить то, как вы освоили эту тему. Я обязательно отвечу на все комментарии. Вы прекрасно это знаете. Поэтому не забывайте выполнять домашнее задание. Ну, скажем так, просто ваше задание в комментариях под этим видео. Обязательно. Number two. You must do your seatbelt. It's the law. Ты должен. Ремень безопасности. Это закон. Three. If you don't do your shoes, you'll probably fall over. Если ты что-то там не сделаешь со своими ботинками, ты, возможно, упадешь. Four. That's got nothing to do me. It's absolutely none of my business. Это совершенно меня. Это вообще не мое дело. Number five. The house was in bad condition, and they had to do it before they could live there. Дом был в ужасном состоянии, и им пришлось его перед тем, как жить там. Six. The housemate comes every morning to do the house. Ну, горничная, скажем так, приходит каждое утро, чтобы что-то там сделать с домом. Seven. If I don't fulfill their conditions, they will do me. Если я не выполню их условия, они меня. Number eight. I've done all the documents on this case. Я что-то там сделал со всеми документами по этому делу. Девятое. Number nine. I don't like the way you've painted the room. You'll have to do it again. Мне не нравится, как ты покрасил комнату. Тебе придется ее заново. Снова. Ну, что-то такое. И десятое. He can hardly do a cup of coffee in the morning. Он едва ли может чашка кофе утром. Огромное спасибо, дорогие друзья, за ваше внимание. Еще раз напоминаю, оставляйте свои комментарии. Либо комментарии, либо ответы на данные упражнения внизу в комментариях под этим видео. Всем отличного настроения. Учите английский в удовольствие. Bye-bye. And see you soon, guys. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok